Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile проходить башню земного царства. Мы остановились с вами на 177-м бою. Сегодня мы должны, по сути, дойти до 190-го и посмотреть, что там будет. Так, угнетение, окей, сборка есть, противники есть. Поехали! Сейчас у нас 7 вечера и капец как жарко! У меня открыто окно, работают батареи, которые почему-то сделали еще жарче, чем надо было. И при этом сегодня еще и потепление на улице было, то есть с батареями, там, двадцатка градусов тепла, это ад! Дышать вообще нечем! Хотя, казалось бы, должно быть нормально. Ну, вообще, духота, на самом деле, такая. Ну, поехали! Тебе, казалось бы, вечер, вроде должно быть прохладно. Не, нифига! Я вообще не понимаю, когда при не-минусовой температуре зачем подрубают, обогревают эти батареи. А че так урона мало? Я точно ту предустановку загрузил. Надо проверить будет. Че-то как-то урона по тремору вообще мало проходило. Но вот по рептилии уже нормально. Может быть, на треморе какое-то сопротивление было к каким-то штукам, либо же у него пассивка как-то на этом завязана. О, чайничек! Халява! Отлично! Правда, чайничек всего лишь это только зеленая снаряга. Я бы хотел какой-нибудь эпик получить. Я думаю, время пришло, чтобы дать мне эпик хотя бы за промежуток башни. Нет. Потому что пока нету возможности особо залутать. Дайте я проверю на всякий случай. Ту ли предустановку я с башенной загрузил или нет? Да. Да, это она. Но единственное, можно только штык заменить еще на какую-нибудь башенную снарягу. Но пока, я думаю, в этом нет смысла. На боссах еще можно. Здесь пока особо бессмысленно. Причем надо посмотреть, какой из этих снаряк зеленых дает сопротивление негативным эффектам, если так и есть. И использовать именно их. Так, поехали далее. Минус один. А как он выжил, я не могу понять. У него осталось один хп, но при этом как бы он выжил. Шо за читы? Алло. Блин, они капец плотные стали. Посмотрите, как они впитывают. Это жесть. Противники очень даже неплохо стали впитывать обычных атак. Надо посмотреть, что там у них за снаряга лежит. Что они так неплохо впитывают урон. Ну, наверное, мы его используем. Против него второй спецприем. Я думаю, это самое эффективное будет. Да, я его и добиваю, и... Ну, капец, такое ощущение, будто ты играешь, знаете, не в обычную башню, а реально в фатальную. Что-то вообще плотные стали противники. Что там на них за снаряга, интересно, стоит? 25 душ, окей, не вопрос. А то нормально, реально, приходится их побить достаточно долгое время. Так, давайте глянем по-быстрому, что на них за снаряга. Я офигею, если это просто зеленая снаряга какая-то. Да, это реально просто зеленая снаряга, но она уже с седьмых-шестых слияний где-то. Ну, одна шестого, вторая первого-второго обычно. Но они прям реально уже дают им неплохие статуи по здоровью. Уже прям чувствуется, что их не так-то просто пробивать. Ну, противника в смысле. Я представляю, что там с боссами будет. Если обычные бои уже такие сложные. Ну, не то чтобы сложные, просто долгие. Тебе прям реально приходится достаточно долгое время побить каждого из противников. По ним еще урона меньше проходит. Видимо, некоторая снаряга дает сопротивление криту, либо урон от крита понижает. Потому что, видите, иногда там по шесть, по пять тысяч прилетает. А это должно быть, по сути, больше. Так, минус Джонни Кейдж. Сейчас выйдет Кабал. Надо заблокировать его оглушение. Опс, не дадим ему. Да, и у них уже здоровья, короче, больше, чем у меня. То есть у меня 247 тысяч, а у них по 290. Вот у Кабала, к примеру. Прям реально у них возросло здоровье, которое они могут иметь. Прям растут на... как на дрожжах. А это у нас уже 180-й плюс бой, да? Как я понимаю. А у меня ровное число душ 4-4-4-4. Почти число дьявола. МК-1 Скорпион, МК-1 Скарлетт, МК-1 Скабал. У всех еще фулл снаряга. А интересно, у них фулл снаряга обычная. Или башенная все-таки. Или обычная с башенной. Обычная еще и с башенной. И у всех есть снаряга на здоровье практически. Ну, кроме Кабала. Ну, да, это будет жесткий бой. Вышибалось. И это 180-й только. Вот самая жесть пойдет, я думаю, начиная со 181-го боя. Мы точно сегодня дойдем с вами до 190-го. Я уже, знаете, задумываться начинаю. Прикиньте, там будет какой-нибудь промежуточный бой с очень мерзким условием. И при этом... Ну, тогда придется ставить различную снарягу зеленую на Скорпиона еще, если его быстро убьют. Но, конечно, желательно не проиграть на обычном бою. Ну, вот такие мерзкие команды типа МК-11, конечно, мне очень не нравятся. Оглушающие атаки, бла-бла-бла. Неприятное, конечно, ограничение, но в принципе... В принципе, если не дать себя бить и пробивать блок противника, то должно быть нормально. Блин, почти ведь добило. Да, блин, вот я не смог. Я заблокировал, по сути, ульту Кабала. Ну, не уль... Да, правильно, ульту Кабала заблокировал, но... Он все равно попал. Он еще на себя лечение как-то насыкал. Это че, какой предмет ему это дает? Возможно, его родная маска, я фиг просто знаю. Надо было прицелиться. Офигеть, 335 тысяч. Просто у обычных бойцов в обычной башне. Бедные новички. Я представляю, что там будет фаталки, если тут по 335 тысяч. Чисто, знаете, промежуточный бой. Но благо у меня Саб-Зеро особым добивающим наносит там порядка 90 ка урона. Можно хотя бы по-изе избавиться от Скарлетт. Конечно, возможно, у Скарлетт было 335 тысяч. Это потому что она самый жирный персонаж в игре, по-моему. По здоровью. Дальше идет у нас Темные Судьбы, Защитник. Господи, какая... Какая жесть. И потеря баланса еще до кучи. Вот это я понимаю, команда. Ну ладно, поехали. Капец. Мы играем, по сути, с вами только пятый бой. Это первые 5 попыток. И мы их очень долго проходим. То есть каждый бой у нас проходит весьма длительное время. Мы до боссов будем идти целую вечность. Ну, по крайней мере, это последний рывок. Да, последние серии будут достаточно длительными в прохождении. Но я просто боюсь представить, что будет в фатальной башне, если это реально обычная башня. А может быть и не будет в фатальной башне. Может быть здесь настолько жесткие боссы и промежуточные бои, потому что как раз башни не будет. Ага, Защитник спасает Терминатора второго. Ну, блин, ну, конечно, про Б-блока не сработает. Кто бы сомневался. Но вот это уже такие, знаете, не более тоненькие здесь. Видите, у Скорпов всего 170 тысяч. Ну, и мы сейчас их быстренько снесем, а он уже никого не воскресеет. Хотя его мог опять спасти Терминатор-Защитник. У Защитника, короче, 290 тысяч урона. Я представляю, сколько у Терминатора Тёмной Судьбы. Да, у него 309. Но не намного больше тем временем, как-то. Так. Блин, потеря баланса, конечно, руинит мне немножко механики. Но он тут 100% уже воскресает. Я его добивающим не смогу метку смерти наложить. А он когда воскресает, он имеет больше здоровья или столько же? Ну, по сути, вроде бы показано, что столько же, но получает он... Должен он получать меньше урона от атак. Блин, если бы попал не в блок, то, возможно, убил бы. А так придётся сейчас его ещё и сбивать полтора года. Причём крэшингами попадать нельзя. Так, давайте попробуем за Джейд его добить. Капец, ну сколько я играл этот бой? А, да, блин, я накопил больше 80%. Не надо было это делать. И здесь тоже надо промазать специально. Да, господи, у него ещё и сопротивление вот этим вот урона идёт. И он получает меньше урона, чем должен. Ну, капец, я еле-еле заборол. Чё-то, знаете, как-то обычная башня душит. Если реально будет фатальная, то и она будет ещё жёстче, я представляю, что там будет. Это ж капец. Тут каждый бой, блин, идёт полтора года. Можно, конечно, теоретически какую-нибудь зелёную снарягу поставить, но пока не особо охота. Еее, мы прошли первые пять попыток! Прошло там, не знаю, минут 15, блин, серии. Я прошёл первые пять попыток. Ну ладно, поехали дальше. Бог огня Люкан, классический рейден и Инжастис 2 рейден. Но до боссов мы, в принципе, должны с вами дойти сегодня, если не провалим ни одной попытки. То есть 82-й, 83-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. И у нас будет на боссов аж две попытки. В идеале, конечно, за эти две попытки их пройти, но я не думаю, что мне так повезёт. Я думаю, стоит сразу же надеть на Скорпиона сопротивление ослеплению и вообще всем негативным эффектам, когда мы дойдём до боссов. И посмотреть, может быть, какая-то из зелёных шмоток, либо синяя шмотка тоже даёт сопротивление негативным эффектам, и её надеть. А не ту, которая у меня сильнее всего прокачена. Так, ну 270 тысяч, это уже меня особо не пугает. Это не такая заоблачная сумма. Чисто один спецприём, и мы уже его добиваем. Капец, сколько рейден урона наносит. Это просто жопа. Просто своей пассивкой. Но я отхилился из-за того, что он отразил на меня мой же огонь. Видите? А, это, наверное, не он отразил. Это, видимо, ограничение здесь на... Как оно называется? Так. Перебиваем его в атаку, но... Ограничение... А, чё такой был тоненький рейден инжастис? Странная тема. Ну ладно. Конечно, за две серии мы вряд ли пройдём. Потому что на боссов на 190-м бою у нас должно уйти попыток 5. Я думаю, минимум. А на 200-й ещё уйдёт там дофига попыток. То есть, возможно, даже мы завтра утром не пройдём до конца башни. А, берсерки у нас противники. Чё это такое? Я уж не помню. Не блокируем урона основных атак. Увеличен в трое. Но меня это не пугает. Тут нету особо каких-то сильных чуваков, которые дерутся базовыми атаками. И Шаукан, и Шансунг, и даже Скарлетт. У них базовые атаки не особо читерские. Плюс Шаукан медленный. Шансунг тоже редко, когда успевает ударить меня первым. Скарлетт может закрутить своё комбо дебильное с своими этими кровотечениями. Но, опять же, не так, чтобы страшно. Так, поехали. Ну ладно, хотя пока не особо чувствуется, что вот по сравнению там со 180-м боем, более поздние бои, они прям не очень сильно различаются по статам у противника. То есть у них примерно в целом такие же статы, как были у Скорпиона и Терминаторов. Ну да, это лёгкий бой, то есть вообще прям мега простой. Никаких проблем у нас с ним не возникло. Персонаж достаточно тоненький, никто из них не воскрешается. Ограничение не особо опасное. Противник меня даже ударить, по-моему, за весь матч не успел. Это было просто. Но меня пугает, какие будут боссы. Мы их начнём сегодня проходить, но я почти на 100% уверен, что мы с ним, с ними за две попытки не справимся. Единственный вариант только, чтобы справиться с ними за две попытки, это если нам сейчас Эпик на урон какой-нибудь упадёт за промежуточный бой, в чём я сам... О, Ночной Волк, здравствуйте. Мне просто интересно, а чё на нём за снаряга стоит? Зелёная снарь, ничего необычного. Из глаз. Это, по-моему, чё-то неприятное, насколько я помню. Да-да-да-да-да-да-да, это на мерзкий первый спецприём. Помню-помню. То есть, желательно не проводить за одного персонажа больше одного спецприёма. То есть, провёл один спецприём, затем сменился, либо базовыми атаками продолжил бить, затем провёл ещё один спецприём, снова сменился, и так далее. Вот не люблю это ограничение, он заставляет меня играть за Джейд и Саб-Зиро. Не, я могу, конечно, чисто спамить Скорпионом, но я просто, скорее всего, буду лечить противника первыми спецприёмами, которые я буду использовать в дальнейшем, если буду ими спамить. Главное, чтобы этого сглаза не было на боссах. То есть, если это ограничение будет на боссах, то это прям меня заставит постоянно меняться. А это будет капец, как не очень. Вот, Дух Медведя. Блин, это очень неприятно, потому что при Духе Медведя он имеет шанс на то, что отразит атаку первого спецприёма. Да, но в этот раз мне повезло. Всё, будем ещё раз рисковать и бить Скорпионом первым спецприёмом? Нет, по-моему, я его отхиливаю. А нет, не отхиливаю, смотрите-ка. Изи. Уже должно быть, по-моему, 40% шанс, что я отхилию его с первого спецприёма вместо нанесения урона. Но противнику не повезло, и сглаз не сработал. То есть, по сути, видимо, изначально либо 0, либо 20% на сглаз идёт всего. И через каждый первый спецприём увеличивается на 20% до первой смены. Ну, либо эта фигня работает криво, либо не работает, либо мне просто повезло, я прошёл вообще без проблем. Так, идём дальше. Кто у нас следующий? Китана. А, команда Ронинов. И Тёмной Маги. У них, кстати, фулл снаряга. Это, типа, должна быть ещё жёсткая команда. Ну, посмотрим. Насколько они жёсткие. Блин, какой же долгой серии у нас будет сегодня. Это жесть. Ну, ладно. Тёмная Магия. Поехали. Файт. Роджерет. Так, Тёмная Магия. О, Тёмная Магия только на Джейд у нас работает. На Скорпиона и Саб-Зиро не работают. Тогда это изи вин. Никаких проблем быть с этим боем не должно. О, спасибо, что не завершил комбо. По крайней мере, он не накопил на первый спецприём. Из-за этого. И сразу же его не прожал. Ай-яй-яй, я тоже не попал сейчас. 302 тысячи здоровья. А вот у Кенши, смотрите, очень маленький запас здоровья. Потому что он сам по себе, как алмазная карточка, имеет маленький запас здоровья. Ну, вроде бы Изи Бризи справился. Дайте Эпик, пожалуйста. Эпик, Эпик, Эпик на урон. Хочу я Эпик на урон. На тебе карту на бараку, понимаю. Блин, ну мне нужен Эпик на урон, чтобы побыстрее выносить боссов. А мне не падает особо карт. Я вот думаю, может быть, синюю карточку ещё поставить вместо этих штыка. Сейчас идёт воскрешение. Окей. Воскрешение это неприятно. Да каким-то образом накладывать метку смерти. Чтобы побыстрее выносить противника. Это не обязательно, конечно, но желательно, скажем так. Враг воскрешается, окей. Ну, поехали, чё. Коль не шутите. Ну, блин, давай метка смерти срабатывай. Последний шанс, чтобы она сработала. А, ну да, она сработала, но уже после воскрешения люка она. Понимаю. Понимаю. Понимешь. О, слава богу, он не сменился, и я смогу его добить. Может быть, хоть на ком-то срабатывает метка смерти. Чё-то прям вообще ни на ком не срабатывает. Хотя там 50%, ой, 25% на срабатывание метки смерти. Капец, они ещё жирные такие. У них там по 300 тысяч здоровья. Ну, здесь хотя бы 200, но у него иммунитет к критам есть, поэтому... Радоваться особо не стоит. Можно метку смерти хотя бы на одном, чтобы она сработала противнике. О, ну слава тебе, господи. Хотя бы раз она сработала, я его добиваю без воскрешения. Окей. Ну да. Награда, конечно... Такая себе. Ну погнали посмотрим, чё там у нас дальше будет. Опять Ронина. Я ж только что вас бил. Ну ладно, давайте пойдём снова на Ронина. А в Ронине это чё такое? Спецприём? Да, один из спецприёмов недоступен. Какой? Не написано. Так, ну идём отыгрывать последние пять попыток. Сейчас пойдут первые три боя против команд и последние два уже против боссов. Ну, 100% должны быть боссы на 190-м бою. Причём у меня такое ощущение, что они будут достаточно жёсткими, и мы их точно с две попытки не пройдём. Ну вот только разве что, если очень сильно повезёт и прям всё идеально будет во время боя делаться, и урон будет один смертельный вылетать, и спецприёмы не будут работать на ослепление и так далее. То есть тогда в таком случае, может быть, я за две и пройду. Но это прям очень маловероятно. Чё-то они достаточно тоненькие, знаете, так, по ощущениям. 207 тысяч, но вот китана ещё имеет как более-менее здоровье. Так. Ну, я думаю, она сейчас погибнет от второго спецприёма, да. Это был вообще быстрый бой, кстати. Вообще прям легчайший, честно говоря. Две четыреста. Предыдущие ронины были сильнее. Но это был, видимо, какой-то там 185-й бой. На них была фулл снаряга, а здесь на них всего лишь была зелёная снаряга. Так как ронины не обладают каким-то выраженным запасом здоровья, они быстро отклеились. Продолжение следует... Ой, какая долгая загрузка. Прям ждёшь вот это вот. Ждёшь. Прогружается вот это вот. Уже 327 тысяч здоровья этим временем. Ну, Скорпионы МК-11. Ну, как один хп вот не добило-то, алё. Даже у нуба, несмотря на то, что у него там 90 тысяч было собственного здоровья перед началом, у него целых 266. В своём максимальном виде. А вот у Шансунга почему-то меньше, чем у всех остальных. Странно, что у него даже меньше, чем у нуба. Ну, ладно. В принципе, это опять лёгкая победа. У нас, по-моему, последний бой остался перед боссами, если я не ошибаюсь. И будут боссы на 190-м бою? Скорее всего, я почти уверен на все 100%, что их будет трое. Так, давай, грузи. Вампиры и ассасины ещё при этом. Господи, какая мерзость. Ну, ладно, чё. Поехали. Блин, это будет максимально неприятная битва. То есть я и против джейт не могу использовать спецприёмы. Если она будет против меня что-то использовать, то она будет хилиться от любых атак, наносимых по мне. На остальных, в принципе, ассасинах можно пытаться пробить их спецприёмами. И даже если не увернуться, ничего страшного. Ну, ладно, тут хотя бы нет увеличенного накопления силы. Блин, долбаные... Долбаные микролаги. Серьёзно, блин, игра? Ну, конечно. О, они как-то по-другому стали уворачиваться. Раньше они, по-моему, по-другому уворачивались. Так, минус один уже есть. Хорошо. Ну, а теперь самый неприятный мой противник. Ты, главное, не используй первый спецприём пока что. Отлично. Повезло. Надо обязательно заблокировать ещё спецприёмы. Так, ты, главное, не меняйся сейчас, окей? Отлично. Повезло. Ну, давайте мы сап-зеру сменимся и дадим второй спецприём, где есть попал. Истощение, блин, заморозка не активизировалась. Давай первый. Специально, чтобы она слабо отхилилась. Ну, и добиваем через первый спецприём Скорпиона. Изи. Ну, и чё, у нас боссы остались только, и две попытки на них. Поехали. Бить мордой им. Ох, 2200. Окей, как скажете. Я, наверное, как обычно, двухсотый бой запишу отдельно. Последней серии. Потому что я, во-первых, не уверен, что мне хватит на него попыток за завтрашнюю серию. Серьёзно, круготенье. Почему круготенье? Брутально по времени иммунитет длительному урону. Блин, и первым ещё и Люкана поставили для мерзости самой. Окей. Давайте посмотрим, чё там за снаряга на них. Эстязатель, тело и стали, шляпа. Так, окей. Гуаньду, мастера, ушу и шляпа. И здесь точно так же. А, это значит, у них 10 уровня слияния. У одного из них шляпа 10, но здесь нету этого. У них нету здесь брони Джонни Кейджа. Точнее, не брони, а то ли оружие. Не, по-моему, броня всё-таки. Но мне здесь всё равно придётся поменять шлем шелкана и донейское поле. И желательно заменить ещё второй предмет, штык. Так, новые. Потому что мне надо как-то отражать оглушение. Так, к максимальному здоровью. Шансу приведения крит-удара при спецприеме 1.2 неплохо. К урону от критического удара неплохо. Это мне не интересует особо. Может быть, оружие мастера ушу? Увеличение урона от основной атаки неплохо. От хилл мне не особо нужен. 20 и 40, а киберпак даёт 31 и 62. Не, киберпак здесь лучше, как по мне. Да, как-то так, наверное, пойдёт. Сейчас мы ещё джей дадим этот шлем шелкана. Так, по силе. И мне нужен шлем шелкана. Надо ещё посмотреть, какие там ограничения по бою. Иммунитет длительного урона по времени брутально. Окей, в принципе, ничего страшного. Для Джакса, кстати, вроде бы нету бруталок, да? То есть, Джакс бруталити не сможет сделать. Короче, сейчас главное, чтобы у меня было... Сработало сопротивление оглушения от люкана. А слепить они меня вроде не должны. У них нету вот этого вот снаряжения, которое было. То есть, какие-то особо негативные эффекты они на меня настейкивать не должны. Главное, чтобы сопротивление оглушения сработало. Остальное не важно. В принципе, 50% шанс, что он сработает. Посмотрим. 50 на 50. Повезёт, не повезёт? Хотелось бы, конечно, чтобы повезло. Постараюсь его сразу задамажить. Да, отлично, повезло. Теперь надо заблокировать ему спецприёмы. А, кстати, где его первый спецприём от Люкана Круга... Ой, от Кунлау Круга Тени. Странная тема. Офигеть, у них здоровье. Вы посмотрите, по 2,5 миллиона. Они ещё и хилятся каким-то образом. Я же вроде ему нанёс урон. Чё он отхилил-то сразу всё, что ему нанёс? Они как-то подхиливаются понемножку. Ой, я наложил запрет на хил. Отлично. Они ещё и силу копят быстро. Ничего себе. Благо я убедщи накладываю постоянно. Это меня хотя бы радует. Опять они отхилились. А чё за хил? Почему они хилятся? Я не могу понять. Это какая-то снаряга, что ли, отдаёт хил? Или как? Иммунитет. Когню срабатывает. Нет, ну это понятно. У всех боссов иммунитет к дотам. Нет, теоретически, конечно, есть вероятность того, что можно пройти этот бой за 2 попытки. Но очень сильно даёт бонус здоровью этот грёбаный джак совсем. Видимо, поэтому они такие толстые. Но если я вынес улюканат за первую попытку, будет уже неплохо. Но не получилось, да. К сожалению. У джакса тоже под 2 миллиона здоровья. О! Зато урон более нормальный по нему проходит, видимо. Блин, опять они подхиливаются. Мне это не нравится, что они подхиливаются. Ну, урон я наношу, конечно, но какой-то такой себе посредственный. Хотелось бы, конечно, больше урона вносить. О! На нём срабатывает вот эта фигня. Типа защиты. Но это как можно дольше не наносить урон спецприёмами. А то они не нанесут просто урона джаксу. Поэтому крутим пока обычные удары и наносим спецприём уже только вовремя, скажем так. Ну, блин, я здесь не нанесу ему урона, потому что у него щит. Да, видишь, сопротивление всему и вся, бла-бла-бла. Блин, обидно, что я Люкана не добил. Он успел смениться, это засранец смениться успел. Если бы у меня были больше карточек на урон, то, возможно, я бы, конечно, и за две попытки это прошёл. А так, видимо, три придётся тратить минимум. И то, если мне сейчас повезёт, то и опять не сработает оглушение. Ну, поехали. Молимся на то, чтобы снова не сработало оглушение от Люкана. Если не срабатывает оглушение, то, в принципе, мы с большой долей вероятности его выносим. А если ещё и выйдет Джакс вторым, то мы и Джакса вынесем. В итоге останется только Кун Лао, и если Джакс умрёт, то он уже не даст дополнительный бонус здоровью. Кун Лао. Так, пожалуйста, не сработай. Пожалуйста, 50% сработайте. Ну да. Повезло в некотором роде. И повезло, и не повезло. То есть удары Люкана, они по мне попали, но... У меня сработ... Да блин, я опять... Я протупил. Моя ошибка. Сейчас главное не протупить и уже не замедлиться в этом плане. Да, у него есть метка смерти. Теперь он при любом раскладе не выживает уже. 150 тысяч рона главное сейчас нанести как-то. Блин, он воскрес, и метка смерти не помогла. Ничего себе. Это читерство какое-то. Реально, метка смерти не сработала. То есть он спас... Спасся как-то. Так, мне бы ему отключить спецприёмы. А так, на каждом противнике будет работать или нет? Я надеюсь, что не на каждом. Блин, у меня сейчас первый спецприём, а... А нет, нанесёт урон. Чит успел пропасть. Блин, на 90 тысяч рона, это, конечно, такое себе. Ну, если Джакса вынесу, это уже будет неплохо. Но он что-то капец жирный. На него ещё очень редко смертельные критические удары проходят. Ну, давай же, Крис! Да, блин, да чё всё время к 90 тысяч рона-то проходит? Пожалуйста, только не щит. Вот сейчас не надо, чтобы щит сработал. Отлично. И мы его, в принципе, добиваем, да? Да, изи. Чисто теоретически можно попробовать сейчас вынести Люкана. Отлично, минус Люкан. И у нас остаётся только Кун Лао. И при том, он будет иметь гораздо меньше здоровья после... На третью попытку, скажем так. Отлично. Нифига себе, Кун Лао, кстати, урон наносит жёсткий. Ладно. Внесу сколько уж он несётся. Но я как бы убил Джакса, убил Люкана, и теперь Кун Лао не будет получать бонусы пассивные от них. У него будет не 2 миллиона здоровья, а чуть поменьше в следующей серии. Да. Ну, как я и говорил, за две попытки мы не прошли, но за три, я думаю, мы справимся. То есть, следующая будет финальной. Большая вероятность этого есть. Я, правда, меня пугает 10 уровня шляпа на Кун Лао. И тем более его родное снаряжение. У него и Гуань Доу... А, не, у него шляпа не 10-го. Но у него Гуань Доу 10-го. То есть, он будет бешеный урон наносить. Плюс тело и стали. Тоже 10-го. То есть, мы его и пробивать блоком будем с трудом. Но это будет уже в следующей серии. На этом будем пока заканчивать. В принципе, с две попытки убить двух боссов на 190-м практически без снаряжения, это неплохо. Я думал, мы потратим минимум 4-5. Но в итоге мы справимся, я думаю, за три. Ну, если, конечно, не будет непредвиденных ситуаций и эпическое снаряжение не супер-мега-мощное у Кун Лао, то в следующий раз первой же попытки пройдем. На этом буду пока заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. А с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. И мы еще обязательно увидимся. На этом пока что все. Пока-пока.